Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. И сегодня у нас будет необычный урок, мы сегодня не будем разбирать фильм или песню, но я бы хотел поделиться с вами советами о том, как изучать английский. В этом видео также хотел бы поделиться с вами приложением, которое обязательно поможет вам в изучении английского. Давайте начнем наш урок. Первый совет. Как смотреть фильмы и сериалы? Просто берете фильм, который знаете хорошо, еще раз пересмотрите, и после этого, шевеля губами, повторяйте фразы за героями. Копируйте их мимику и тон, с которым они говорят. Если это драма, то играйте и будьте Ди Каприо и Эмма с тонами. Ну и любой другой, максимально близкий к описанному условию фильм. Второй совет. Пользуйтесь словарями. Лучше, конечно, переходить на англо-английский словари. Это поможет вам запоминать больше слов, и язык будет даваться вам более просто и непринужденно. Значение слов позволит вам погрузиться в среду, и вы с практикой можете знать много разных слов, синонимов на английском. Третий совет. Также хороший лайфхак – это перевести ваше устройство на изучаемый язык. Я уже давно перевел смартфон и лэптоп на английский. Вы еще можете общаться с голосовым помощником и спросить что-то у Сири. К примеру, где находится ближайший суши-ресторан? Where's the nearest sushi-ресторан? Четвертое. Учите английский без усилий, на подсознательном уровне. Что я имею под этим? Делайте ваши повседневные дела и развлечения на английском. Слушайте подкасты, радио, читайте адаптированные книги и смотрите, конечно же, YouTube. Можете начать с моих видео, кстати. Я снимаю влоги в Японии, если вы не знали, и также озвучиваю сливки шоу на английском. Ссылки на все ресурсы оставлю в описании. Конечно же, в этом канале у меня есть свой характер и русский акцент. Но вам будет легче начать понимать на слух. Потом можете переходить на иностранных ютуберов. Короче говоря, смотрите, что вам по нраву и по духу. Пятое. Используйте приложение. В 21 веке у нас есть столько возможностей. И пользуйтесь этим преимуществом. Даже если нет носителей языка в вашем городе, вы можете задавать вопросы и проверять свое произношение в приложении HiNative. Который я недавно нашел и начал тестировать. Сначала просто поигрался, но потом понял, как он работает и помогал другим изучающим английский и русский. Как же использовать это приложение? Все очень просто. Загрузите его на свое устройство. Он доступен как на iOS, Android. И также можно использовать с браузера. Когда скачаете, вы можете зарегистрироваться через почту, Twitter или Facebook. Все очень интуитивно, как видите. Потом вы выбираете ваш язык. Язык, который вы изучаете. HiNative поддерживает более 100 языков. И чуть не забыл сказать, все основные функции доступны абсолютно бесплатно. Итак, что же можно делать в этом приложении? Вы можете сразу же задавать вопросы просто и легко, благодаря встроенным шаблонам. Можно задать вопросы, связанные с языком и культурой. Носители языка помогут и дадут вам ответы. Вы тоже не забывайте проверять иностранцев с русским, так как это довольно-таки забавно смотреть, как они стараются и изучают богатый русский язык. То самое крутое и мое любимое в этом приложении – это улучшение вашего произношения. Вы можете загрузить голосовую запись, интересующие вас фразы, и получить рекомендации по произношению в том числе и в формате аудиоответов от носителей языка. Что же может быть еще круче? У хайнетов также есть премиум-версия, включающая в себя несколько очень полезных функций. Как я говорил уже, после того, как вы произнесете какую-либо фразу, носители могут вас как-то поправить и также записать правильный ответ в аудиозаписи. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и на все социальные сети, чтобы не пропускать новые выпуски и обучающие материалы. Еще увидимся. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok